Здравствуйте, дорогие друзья! В связи с последними событиями, в связи с беспрецедентной информационной атакой против России и в связи с беспрецедентной же позицией российского руководства, которая, по моим ощущениям, превращает Россию в урну для плевков, вот мы переходим к границу, на границе написана реклама Билайна обычно. Я подозреваю, что через несколько лет, если все будет идти таким темпом, а может быть даже прямо в начале следующего года, на государственной границе будет написано «плевать сюда» и никого это удивлять не будет. В связи с этим мне все чаще задают очень простой вопрос. А как многоважаемый многими Запад и не менее многоважаемая многими либеральная тусовка будут свергать Владимир Владимирович Путин? На самом деле ответ лежит на поверхности, и он очень прост и понятен, и не нужна никакая конспирология, не нужна никакая инсайдерская информация. Все довольно просто. Все технологичные люди действуют по стандартам. Если вы держите в руках колесо от БМВ, только конченый дикарь может обсуждать вопрос, что это? Колесо от лифта, от тепловоза или от грузовика. На нем написано «БМВ», и понятно, что это колесо от легковой автомашины. А если вы механик, вы еще четко знаете, от какой модели, какого года выпуска и все технические параметры этой машины. Прошли времена Кувея, когда деятели общественных наук были вынуждены по жалкой косточке случайного поступка реконструировать большой общественный процесс. Поздно. Сейчас общественные процессы, по крайней мере влияние на них, осуществляются по индустриальному, стандартизированным. И если вы видите определенную последовательность действий, то вы держите в руке не косточку динозавра, вы держите в руке колесо от БМВ. И глядя за него вы четко можете сказать, будет так, так, так и так. Так вот. Последовательность заявлений, уважаемых многими западных политиков. Заявлений очень вменяемого пресс-секретаря Белого дома о том, что не очень все понятно, но во всем виноват Путин. Высказывание чудесной госпожи Дженнифер Псаки. Госпожа Дженнифер Псаки – это не Олег Попов, это не герой фильма «Жмурки». Дженнифер Псаки – это крайне умная и профессиональная женщина, по-американски меркам, вообще мыслитель. Они действуют не случайно, они действуют вполне профессионально. И последовательность их действий очень проста. Сейчас. Совершенно неважно, что написали немцы, которые уже опубликовали признание украинского летчика, который сказал, да, это я сбил этот малайский «Боинг». Причем, что ценно, статья опубликовали в статье абсолютно антипутинской. Вся статья посвящена тому, что это признание ничего не значит, потому что Путин плохой, Путин все равно диктатор, и мы не должны поддаваться обманчивому влиянию фактов, когда мы знаем истину. В России нет свободы слова, поэтому Путин плохой, и даже если украинцы сбили этот «Боинг», они все равно хороши. То есть эта статья не пропагандистская, она русофобская, она антироссийская, она либеральная. И это свидетельство тем более ценно. Но оно ничего не значит, на него просто не обратят внимания. Как не обращали внимание на свидетельство в отношении Осама Бен Ладена, в отношении Единственного Сентября, в отношении Хусейна, Милошевича, Каддафи, Сирии, дальше по длинному, 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 бесконечному списку. Начиная со взрыва крейсера Мэйн на рейде Гавана в конце XIX века. Который, как выяснилось, сделали американцы. Убили четверть тысячи своих моряков, чтобы иметь возможность для войны, иметь повод для войны. Сейчас все будет достаточно просто. Объявят международные эксперты, что Малайзийский «Боинг» был сбит ополченцами. Объявят просто потому, что, как правильно отмечали некоторые хидные комментаторы, отдать черные ящики в Лондон то же самое, что отдать их Коломойску непосредственно. Одна из особенностей американской культуры это судебная культура, это грамотная работа с присяжными. Подбор присяжных — это все. Вы можете подобрать присяжных так, что они примут правильные, нужные вам решения вне зависимости, или почти вне зависимости от обстоятельств дела. Я думаю, что навыки подбора присяжных уже перенесены на подбор международных экспертов ИКАО. Если кто-то будет некорректен, неуправляем, с ним возникнут неприятности, типа какого-нибудь аналога того, что было со Стросканом, или он случайно умрет для страстки на всех остальных, или он внезапно обогатится, как мы потом узнаем. Это все лирика, это все детали. Решение будет правильным, скорее всего. Потому что, конечно, любая машинка может дать сбой, но это важная для американцев машинка. Они стараются. Если у них это не получится, значит, американское государство реально недееспособно. Поэтому самые уважаемые в мире эксперты, такие же независимые, как американские присяжные, примут решение правильное. И нам расскажут, что ополченцы сбили из несуществующего БУКа, малайзийский Боинку, по личному указанию ВВ Путина. И от России очень быстро потребуют, чтобы эти люди, как международные преступники, были выданы на растерзание господину Куламойскому, или в лучшем случае гематогену Порошенко. Когда, естественно, мы скажем, что этих людей мы выдать не можем, потому что их физически не было, потому что забили украинцы, очень быстро мировому общественному мнению будет разъяснено, что Путин террорист в стиле Усаму Бен Ладена. Никого не будут волновать массовые убийства мирного населения нацистами на Украине. Никого не будут волновать факты. Никого не будут волновать признания. Никого не будет волновать абсолютное кошмарное самоустранение России из украинских событий. Никого не будет волновать, что Россия не вмешивается в украинские события, а НАТО осуществляет там прямую военную интервенцию, вплоть до прямой посылки не просто вооружений, и не просто частных военных компаний, но и польских военных, военнослужащих регулярной армии. Это никого волновать не будет. Будет объявлено, что Путин враг, Путин террорист, и мы все с вами, просто потому, что мы еще не устроили восстание против Путина, тоже террористы. Следующим этапом после этого будут введены санкции. Это будет происходить довольно быстро. Санкции будут вводиться не точечные и не секторальные. Я боюсь, что санкции будут вводиться фронтальные. Фронтальные санкции невозможны для того, чтобы принудить к чему-то неустойчивую власть. Они неэффективны. В случае России они невозможны, потому что Россия переориентируется. А ущерб западному бизнесу будет достаточно чувствителен, а для Европы неприемлемо. Но любые санкции можно вводить на короткое время для того, чтобы создать в стране атмосферу кипения и чтобы осуществить свержение властью. Я абсолютно убежден, что те самые люди, которые на самых высокопоставленных совещаниях ложились костюме, чтобы Россия не воссоединялась с Крымом, а это уровень не министерский, и это уровень даже с моей точки зрения не вице-премьерский, это, с моей точки зрения, более высокий уровень, и эти люди остались во власти, у них все очень хорошо, и все будет еще лучше, и они ощущают себя преемниками господина Путина. Эти самые люди, столкнувшись с серьезными фронтальными санкциями, столкнувшись с тем, что экономическая ситуация ухудшается, и уже этой осенью и население, и бизнес столкнутся с ухудшением конъюнктуры, очень скучно талдычить бесконечно про коррупцию, талдычить бесконечно про монополизм, талдычить бесконечно про ВТО, про бюрократическое безумие, про либеральные реформы, гораздо проще сказать, что не надо брать чужие полуострова, не нужно брать чужое, это уже звучит сейчас в России в полный голос, не надо убивать людей на Украине, ну и что, что мы там никого не убивали, ну и что, что всех людей убивают нацисты, это не важно, главное завиноватить, как говорят в подворотниках, и это стало принципом международной политики, и либеральный клан, и либеральные СМИ уже виноватят нас во всем, вполне вероятно, что уже в сентябре месяце боевые лозунги либеральной оппозиции, Путин должен уйти, во всем виноват Путин, и если в Краине нет воды, значит нужно посадить Путина, в тюрьму имеется в виду, не в Кремле, эти боевые лозунги перестанут казаться бредом, а станут реальностью, мы все это проходили в конце 80-х, когда точно так же были выступления против шестой поправки, закреплявшей руководящую и направляющую роль КПСС, это легко может быть повторено сейчас, при абсолютной пассивности российской власти, пассивность обусловлена тем, что пятая колонна является не колонной, а является, дай бог, если только половиной этой власти, до очень высокого уровня, и когда будут введены санкции, когда психическая атака, которая сейчас ведется против нас, под прикрытием разговора санкций, на самом деле это психическая атака, призванная разрушить общественную психику, будет дополнена реальными общественными проблемами, будет дополнена уже реальными санкциями, в этих условиях, дворцовый переворот будет очень легко осуществить, потому что огромная часть правящей тусовки хочет иметь собственность на Западе, хочет продолжать иметь дворцы на Западе, а им могут создать угрозу и взять за самое чувствительное место российского чиновника за кошелек. Офшорная аристократия никуда не делась, она продолжает править и владеть Россией, и в этой ситуации говорить о пятой колонии действительно некорректно, говорить о национал-предателях действительно некорректно, это не пятая колонна, это половина власти, это не национал-предатели, это власть, это национальная власть, просто эти нации, кого представляет эта власть, не имеют ни малейшего отношения к России, Это американцы, это англичане, это в меньшей степени европейцы. И государственный переворот, который сегодня кажется невозможным, через несколько месяцев может пользоваться огромной общественной поддержкой. Такой же общественной поддержкой, которой пользовался Ельцин после ГКЧП. Я это хорошо помню. И я думаю, что многие из вас тоже помнят это очень хорошо. Как суровые взрослые мужики, смотря на телеэкран, действительно плакали от счастья, что они дожили до свободы, дожили до свержения власти этих мерзавцев. И очень многие эти суровые сентиментальные мужики не пережили следующих пяти лет. Просто потому, что у них не было шансов пережить власть либералов. В результате к власти придут либералы. И 90-е годы с их внешним управлением покажутся нам торжеством суверенитета, торжеством гуманности, торжеством разума и торжеством законности. А события на Украине покажутся нам курортом. И значительная часть людей от того, что начнет происходить в России, побежит на Украину. Я очень хотел бы ошибаться. Это аналитика, это предположение, это прогноз, который можно сломать при одном условии. Если кто-то на высшем уровне Российской Федерации действительно, по-честному, на деле, а не на словах, отождествляет, если не своих детей, то хотя бы себя самих с Россией. Понимаете, мне не жалко президента Путина. Мне будет крайне неприятно смотреть ролик, который выложат в YouTube о его последних часах. Ролик будет длинный. Я думаю, что господа из американского руководства будут воспользоваться привилегией, которую они получили в момент убийства Усама Бен-Ладена, и насладятся этим роликом в прямом эфире, так сказать, онлайн. Нам с вами он будет выложен для страстки, чтобы мы понимали, что бывает с теми, кто не просто выступает против хозяев, упаси Боже, а просто навлекает на себя их неудовольствие. Я скажу честно, я не хочу смотреть такие ролики. Я очень негативно отношусь к господину Путину. Я критикую его последние, по-моему, 14 лет или 12 лет, с перерывом на полтора года, чтобы был государственный власти, когда я не имел это делать с права по служебным отношениям, тогда я занимался этим делом на служебном уровне. Но, вы знаете, самое скверное национальное управление, лучше самого хорошего внешнего управления. Хотя бы потому, что национальному управлению можно пригрозить революции, массовыми выступлениями, массовыми протестами. И оно так потихонечку подчиняется, потихонечку слушается. Не на 100%, на 10%, но тем не менее. А внешним управлению грозить нельзя. Ну, не поедете вы, дорогие друзья, с мухой на Уолл-стрит. А если и поедете, то Уолл-стрит у этого муха будет, как комариный укус. Там и не таких видали. Поэтому грозящий нам государственный переворот мне представляется очень большой и очень серьезной опасностью. Наверное, самой большой опасностью, которая грозила Россия с сентября 1941 года. Если быть точным, с 16 октября 1941 года. Когда Москва была пуста, и почти все, кроме Сталина, отсюда убежали. Я думаю, что ближайшие месяцы позволят нам понять, есть ли в России государство, или его придется строить партизанским путем на руинах и под доброй внешней оккупацией в союзе с господином Порошенко, прозвище которого, я напомню, снарядов не жалеть. Спасибо. Спасибо.